Привет, я Света Примак, редактор проекта «Подвиги». Выслушайте второй выпуск подкаста «Подвиги обычных людей». Наш подкаст – это беседа со смелыми, бесстрашными и просто неравнодушными людьми. Героиня этого выпуска – Далия Гайнанова из Казани. Она основала мастерскую, чтобы шить одежду для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мне 36 лет, я мама двух детей, один из детей у меня особенный. У меня это сыну 11 лет, у него тяжелая форма ДЦП после родовой травмы. В настоящее время мы занимаемся огромным социальным проектом. Мы разрабатываем одежду и шьем ее для особенных детей. Уникальная швейная мастерская открылась в Казани в 2015 году. Далия стала основателем собственной марки одежды и назвала ее GT Dress. Буквы GT означают Гайнанов Тимур. Тимур сын Далии, который и вдохновил ее на создание одежды. А началось все с решения непростых задач, с которыми каждый день сталкиваются тысячи родителей особенных детей. По мере возрастания моего сына я столкнулась с проблемой, что у него текут слюни. И скорее всего они будут течь всю жизнь. И детские слюнявчики с клеенкой, которые прям выходят из строя для одни-две стирки, это уже было нецелесообразно, в общем, некрасиво, неэстетично, неудобно. В общем, я мучилась с тряпками и наблюдала, что все мамы ходят там с этими тряпками. Ездила даже в Варшаву, посмотрела там, кто микрофибру вешает, кто какие-то марли, кто какие-то платки. Даже думаю, вроде за границей люди там, да, приехали. Одна была там со штатов приехала. И нету таких вот, ну, понятий взрослого слюнявчика. Все, перевернулась в Казань, пошла в ателье, купила ткани, сделала в виде нагрудного платка, в виде банданы. Внутрь положила такую вот отталкивающую ткань, типа мембраны или джиспо, там, такие названия, в общем, они как плащовая ткань, ну, чтобы не рвалось. Потом раздала это окружающим мамам, которых я знаю с такими детьми, с такой проблемой, поняла, что это очень удобно, эстетично, красиво. Все, и потом следующая проблема. Ну, поднимаешь ребенка, они очень, они очень худые эти дети. Штаны для них, например, найти какие-то, которые, например, именно вот, они очень там длинные эти дети, да, они очень худые. То есть им, если на их размер, на их длину купить, там, размер, там, 116 брюк, то их можно прямо в одну штанину поместить этих детей. Ну, вся одежда гостская, она не подходит. Плюс еще надо с учетом памперса, чтобы это было. Я его поднимаю, у него спина оголяется, он сидит, у него все голое. ЛФК занимаемся, все футболки поднимаются, памперс съезжает. А меня спасал до этого боди. Ну, боди вот до 104 размера есть в магазине для маленьких детей. Там и спинка закрыта, и памперс держит. А потом на этом все. И у меня сын уже стал подрастать, и для него я уже не могла найти боди. Вот я попробовала потом боди отшить. Все, понимаю, что эта вещь-то она же. Тысячи детей, ой, тысячи, знаешь, какой тысячи? Миллионы мам нуждаются в этих вещах. Потому что лежачие же, они же бывают всю жизнь лежачие, да, и в 18 лет, и в 26 лет, там, и после аварии. Ну, то есть, а боди это какая необходимая вещь, вообще спасательный круг для людей, которые, например, в таком состоянии, кто в памперсах, например, всю жизнь. Даже инсультники, даже старые бабушки у нас покупали. Мы их отшивали индивидуально. Боди. Я приходила к инструкторам, объясняла проблему и говорила примерно, как я хочу видеть. Ну, то есть, всегда должно быть ТЗ, техническое задание. И я говорю, я вот так бы это хотела, и вот так бы хотела. А если вот так, и мы пробовали, потом мерили на моего сына, потом мерили, еще ездили на других инвалидов, понимали, где затык, где неправильно. То есть, чтобы создать даже одно боди, у нас ушло именно такое, чтобы оно было корректное, у нас ушло около трех лет. Сейчас над проектом GT Dress работает целая команда единомышленниц. Мамы особенных детей тоже участвуют в создании одежды. Они трудоустроены на должность швеи, либо получают задания и отшивают одежду дома. За месяц мастерская выпускает до тысячи экземпляров одежды. А заказы поступают не только из Татарстана, но и из крупных городов России, Литвы, Украины и Казахстана. Если вот так промониторить рынок, мы, в принципе, единственные по России и ближнему зарубежу, который занимается вот так глобально этой проблемой, шьет эту одежду. И мы пытаемся обеспечить детей бесплатно за счет наших спонсоров. Ну, в основном, это опять-таки спонсоры, как наши друзья, которые периодически закупают нам ткани, платят нашим швеем, и мы отправляем бесплатно. И в Москву есть такие краски этого мира, наши подопечные, которых мы пытаемся обеспечить. А одежда бесплатная. Наших татарстанских детей пытаемся тоже бесплатно обеспечить. А так спрос этой одежды, он по всему миру, в принципе. Далия Гайнанова признается, что главная награда для ее команды – это благодарность от родителей, которые говорят, насколько такая одежда облегчила им уход за детьми. «Когда слышишь такие отклики, понимаешь, что занимаешься действительно полезным делом», – говорит «Мне нравится. Я кайфую от того, что эта вещь, она нужная. Ну, как бы, результат-то вот так, ты же видишь, когда нет обратной связи, ну, и стимул как бы теряется. А тут я, мы, я обожаю просто это дело. У меня на это энергии полно. То есть я готова день и ночь. Я даже иногда думаю, быстрее бы эти выходные прошли, чтобы выйти на работу. Это то дело, которое меня вдохновляет. Слава Богу, государство, государство нам помогло. Как у нас пришел наш мэр, Ильцур Раисович, и сказал, девочки, это не бизнес, это подвиг. Он сам столкнулся с такой проблемой с отцом. Они выделили нам помещение, сделали нам ремонт, где мы занимаемся производством такой одежды. Потому что сами мы бы, наверное, не вытянули. Вот такая история ни одного человека, на самом деле. Это как бы не сказать, что это мой подвиг. Я просто с этим столкнулась, я это начала. Хотя мама там какое-то время говорила, так не надо, ну, что ты размечталась там. Ну, так нам все родители говорили, там, тени ноги по своему одеялось, такое. Я все время в каких-то мечтах была, в каких-то облаках. Ну, в принципе, все, что я хотела, своего рода, то есть я достигла. Все страхи, все блоки. Сами мы себя где-то тормозим, сами где-то останавливаем. Не надо просто. У меня планы, чтобы, наконец-то, мы вышли на какой-то крутой уровень, чтобы эта одежда была вообще доступна многим, чтобы мы участвовали в каких-то даже, наверное, госпрограммах, которые, например, выкупали нашу одежду и обеспечивают детей бесплатно. Возможно, там, включение ее в ВПР, индивидуальную программу, к реабилитации. Все планы, в основном, вот, связаны вот с этим. Мы желаем Далие Гайнановой и ее проекту GT Dress добиваться всех поставленных целей. С такой командой силы и энергии действительно возможно все. А в следующем выпуске нашего подкаста мы расскажем о фельдшере Евгении Косовских из Челябинска. Каждую неделю он приезжает на теплотрассы, чтобы лечить бездомных. Некоторые друзья и знакомые называют его сумасшедшим. Разве нормальный человек станет перевязывать гниющую руку бездомному, который в последний раз мылся позапрошлым летом. А Евгений взял и организовал в Челябинске проект «Другая медицина». На общественных началах он оказывает нехитрую медицинскую помощь людям с социального дна, нищим и одиноким пенсионерам. Подписывайтесь на проект «Подвиги» во всех соцсетях. Ссылки вы найдете в описании этого подкаста. Еще вы можете поддержать команду не только лайком и комментарием, но и любой суммой. Все собранные средства пойдут на то, чтобы о героях узнало как можно больше людей. Они этого заслуживают.